Здравствуйте! Вообще об этом празднике? Какие мероприятия у нас будут происходить в ближайшие выходные? Расскажите, пожалуйста. Приближается большой православный праздник Крещения Господня. По русской традиции все стараются в эту ночь окунуться в проруби. И администрация города Рязани по этому случаю организует крещенское купание на Ореховом озере. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие. Что будет сделано для того, чтобы можно было жителям удобно добраться до места проведения купания? С площади Свободы до Орехового озера будут с 22 часов курсировать троллейбусы. Бесплатно можно будет добраться и обратно до окончания купания. Это где-то до 3 часов почти ночи. Пожалуйста, можно будет добраться до места купания. Также будут организованы для переодевания две теплые палатки с обогревом, мужская и женская. Также можно будет бесплатно после уже купания принять чай горячий. Наши рекомендации для тех, особенно кто впервые это будет совершать, хотелось бы предупредить, чтобы люди продумали хорошую обувь. Хотя у нас будет постелено сено, очень удобная купель, исходная. Но все же, чтобы не перестудить ноги и не вызвать дополнительный спазм сосудов. Поэтому мы рекомендуем. Марина Владимировна, само собой важный вопрос, важная тема организации безопасности. Как будет организован она у нас? Да. Кто приедет на купание, нужно пройти рамки металлодетектора, переодеться, конечно. На воде будут работать спасатели. Организовано именно поочередное купание. 10-15 человек мы будем провожать в купель. После того, как люди уже совершат омовение, мы будем только запускать следующих. В прошлом году было более 2-х тысяч человек, и мы надеемся, что в этом году будет еще больше, потому что очень хорошая действительно традиция. После омовения нужно обязательно растереться с сухим полотенцем. Также мы предоставим для всех желающих горячий чай бесплатно. Ну и все вместе встретим хороший праздник. Ну я так понимаю, там же, поскольку праздник православный, будут организованы какие-то такие мероприятия уже более церковные, я так понимаю, там и молебен будет, будет кто-то присутствовать. Да, в 23 часа священник приведет молебен, и после которого уже все вместе можно совершать омовение. О безопасности еще, сколько будет дежурить сотрудников МЧС, сотрудников полиции? Будет ограничение частного транспорта въезд на первом кругу троллейбусного разворота. Дальше на воде будут также сотрудники МЧС, спасатели. И также скорая помощь. Обязательно, примерное количество сотрудников, но только сотрудников полиции будет 25 человек. В прошлом году так и было, и хватило, да? Да, хватило, да. Плюс сотрудники нашего управления, которые мы будем организовывать, это именно эти проходы, чтобы не было заторов и... Толкучки никакой. Да, обеспечивая безопасность именно входа и выхода в воду. Вот другие какие-то удобства. Вы уже рассказали о том, что будут стоять палатки с обогревом, будет постельное сено, чтобы ноги не застудить. Какие еще будут организованы какие-то точки, может быть, продаж каких-то сувениров, ну что-то вот. Да, организованы точки торговли, кофемашины, а также желающим, кто может себе захочет именно в эту ночь принять русскую баню, будет организована баня на колесах. Вот даже так? Да. Даже такие услуги на всей этой городе никогда не знала. Марина Владимировна, вы сами когда-нибудь купались, скажите? Да, я купалась. В этом году будете? Буду. Единственное, когда мы работаем, не получается, это получится чуть позже, но обязательно. И как ощущения, расскажите? Ощущение какого-то, знаете, полета, потому что холода не чувствуется, особенно когда уже выходишь из воды, и действительно какого-то омовения в душе и теле. Да, в душе и теле. То есть полезно и советуете. Конечно. Марина Владимировна, у нас еще в городе в эти выходные дни будут ли проводиться какие-то развлекательные, спортивные мероприятия для граждан? Да, у нас существует клуб любителей скандинавской ходьбы, где в 9 утра 19 числа у парка Приокский, ДК Приокский, парк Гагарина, у входа собираются все любители, где те, кто впервые пройдет, пройдет инструктаж, как это делается правильно, а кто уже давно, они по парку Гагарин пройдут так называемые крещенские похотушки. Ну, я думаю, вы нас пригласите, обязательно осветим такое мероприятие, очень интересное, забавное и полезное, опять же. Ну, наверное, вернемся с вами к основной теме. Возрастной ценз для купания, по вашему мнению, вот он какой, от скольких до скольких? Ну, здесь больше бы, я сказала, безопасность, когда родители берут детей маленьких, да, чтобы они их не отпускали, чтобы они просто в толпе не потерялись, да, народ действительно очень много. И особенно в приходе в воду, да, нужно обязательно ребенка держать за руку, чтобы он просто, даже ребенок, если умеет плавать, ну, а такой впервые, участвуя в таком мероприятии, может испугаться и забыть, что он даже просто умеет плавать. Более внимательно относиться к детям. А так, каждый ориентируется на свое здоровье, конечно, не рекомендуем, да, людям с хроническими заболеваниями, острыми респираторными заболеваниями, это, конечно, не нужно делать. Можно сделать, конечно, это может быть обострение, может быть, хотя у нас будет служба скорой помощи дежурить, но не хотелось бы к этому, конечно, прибегать, поэтому во всем нужен какой-то здравый рассудок. Ну, конечно, я с вами абсолютно согласна. Ну, и все же с детьми часто приходит, и их много, как правило, да? Да, 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 да. И дети, причем с удовольствием, никаких там негативных последствий ни до, ни после мы ни разу не видели. Поэтому, действительно, это уже, если родители это делают своим личным примером, показывают ребенку, что это нужно, и это не только закаливает, но и как-то ободряет во всех отношениях, то, конечно, почему бы и нет. Ну, у нас по прогнозам синоптиков не самая суровая ночь будет, далеко не самая. 18-20. Ну, это оптимальный, наверное, все-таки вариант, потому что бывало и холоднее, до 35, я помню, да, опускалась температура. То есть, здесь у нас плюс такой большой есть, да, здесь у нас уже есть выигрыш определенный. Ну, наверное, пригласить рязанцев, я думаю, напомнить лишним не будет. Пользуясь случаем, конечно, я хочу пригласить жителей Рязани принять участие в Крещенском купании на Ореховом озере 18-го числа с 23-х часов. Спасибо вам большое, Марина Владимировна. Спасибо вам. Очень рада вас были видеть в нашей студии. Взаимно. Давно у вас не было. Заходите, заходите еще к нам в гости. Спасибо большое за приглашение, спасибо за приятную беседу. Беседу. Взаимно. Спасибо. Ну, а это была программа подробностей. В гостях у нас была Марина Кощеева. А мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова